Субтитры делал DimaTorzok Детектив, детектив, консель, консель, плотно А это значок появляется во время загрузки или сохранения игры Детективное агентство Пирса Бостона Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны Пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным Он стал частным детективом, но никак не может найти дело, способное вывести его из апатии Пирс должен как можно скорее найти нового клиента Иначе рискует потерять лицензию Вас я приветствую на канале Асмодайплей Ну что ж, вот у нас детектив Пирс Бостон Бостон это у нас Англия, да? Или Америка Безумие есть благо Богам смешные попытки людей сохранить рассудок перед лицом неизбежной смерти Ох, ах Беги Безумие есть благо Игра сохранена Позвоночники склеят, смотрите тут рыб и китов Никто никого пока Закрыто Ничего, у нас вон он путь есть Вы не сможете взаимодействовать с определенными предметами, пока не осветите их Безумие есть благо Не взял, что ли, или что? Не взял, что ли, или что? Не взял, что ли, или что ли, или что ли, или что ли? Не взял, что ли, или что ли, или что ли, или что ли? Не взял, что ли, или что ли, или что ли, или что ли, или что ли? Смотрим Бесполезно сопротивляться неизбежным Но каких-то там Вот голоса в голове господи И кишки Чтобы бежать Бежим Не сопротивляйся Ты был избран Смотри Все предназначено заранее Предначертано заранее Не может Ты попытаешься изменить свою судьбу А ты не мог в него пострелять Балбесина Анивер Вот так, у этого был только кошмар Ненавижу виски Несмотря на лечение слова Слышу голоса в своих снах Но теперь они новые Незнакомые голоса Словно доносятся из древней бездны Что за безымянная тварь Взывать ко мне Это хрень Нет, все-таки давай Естественные науки Лингвистик, археология Муж так и не понял Что жена его бросила Он мне звонил Еще несколько недель После завершения расследования Да подождите, мать его Давай, кто там Эдвард Пирс У аппарата Секретаж А вы и Эдвард Пирс Частный диктив Работающий на диктивное агентство Уотпорт Да, все верно Добрый день, мистер Пирс Я Люсич Шерфилд Из отдела кадров агенста Уоркласс Я звонил вам Потому что у нас возникла проблема С вашим досье Пожар уничтожил часть Ваших постаментов Неужели? Простите за беспокойство Но мне придется заново писать Ваши персональные данные Вы охренели что ли? Мать его 8 ПО доступно Психология, оккультизм, медицина Мне пока не надо Или что, надо раз Надо расправить Так, зато они помогут вам Не лишиться лицензии Блин, тут Мать его Все через Одно место Все Вы меня слушайте Слушай, слушай Коминг Заходи Кто-то там Частное детективное агентство Ну давай Я пришел к человеку Мнение которого Ценю очень высоко Ага Какой-то Вы должно быть в отчаянии Раз пришли ко мне Меня называют старым дураком Да я тебя только что так назвал Сара, моя дорогая девочка Короче, коллекционер Пришел в свою картину Да Какой-то нам проверять Художница Сезарь полиция Обвиняла ее В убийстве Семьи Как я могу Помочь женщинам Дороже и мертва Выясните правду Она бы никогда Не сделала Ничего подобного Но если у вас нет Доказательств Я принял все Что мне удалось Собрать Смотрите Короче Принес картину Чтобы доказать Что-то Мнение о чем Эту картину Написал Безумиц Именно против Приведите Здесь целую Логику Рациональное Зерно Безумицы Присывает Все 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 Что-то Стоит Что-то Что-то сразу после трагической гибели сары и отец получил странную картину написанную дочери незадолго до смерти он принес картину мне потому что уверен что ее прислала сама сара символ на груди мужчины а как перелистывать а улики на этой картине так изображен чудовищная фигура на заднем плане можно развить пламя стивен так отец художник считает что эта картина имеет отношение к смерти его дочери отец художества читать что-то картины имеют отношение к смерти его дочери да подожди еще не все выдержкой записать книжки так никогда не оставляет равнодушным одни считают ее замечательным художество способны обращаться к самым глубинам подсознания другие переоценивают переоцененные выскочкой странные картины этой тайственные дамы написаны резкими цветами и дикими мазками если она самом деле видит мир так то мир самих это врата в другие измерения у всего бывает моя старая зажигалка на которой сделал гравировку в память о 77 пехотной дивизии и погибших бойцах пропавшего батальона какие-то знания так мужик так я не понял что так показал там увидели мать его мне на общение так пирс подожди рассудок какой-то эдвард пирс ветеран первой мировой войны принимавший участие к один из немногих старших живых бойцов пропавший батальон так называли несколько американских так психическую травму и и снотворный и записывать его и запивать алкоголь чтобы избавиться от изводящего кошмаров и уверен так ладно картину мы смотрели мне надо сделать так транспортная этика часть текста не разобрать но кое-что прочитать удастся склад 36 где полицейский отчет тут готовы говорится что все члены семьи погибли а пожар начался в столовой полиция заключила что-то может быть несчастный случай повернуть может итак местопись что вы думаете об этом деле этой картине нужно отнестись серьезно так узнать о складе номер 36 верно она была наклеена на последнюю картины сары что вы думаете что отправить картину могла ваша дочь это вам и предстоит выяснил отправляйтесь на остров найдите склад 36 и мастер оптической неустойчивость говорится вашей дочери нормально она была у сары были видение это всем известно но она никогда и мухи не обидела видение выведение по ним я понятия не имею что она видела моя дочь была загадочным человеком вы должны выяснить правду ее жизнь и смерти впервые слышу такое месси где это где она жила это небольшой остров недалеко сара жила там с мужем и сыном вы хотели чтобы я повелся туда хватит правду и гибели моей дочери месяцев так вы должны раскрыть эту тайну через некоторое время мой дом заставили эту картину совершенно через на карте связи с этим делал но полиция придерживается версии ничего случаях и не поминают они сейчас несчастный случай я считаю что я начинаю спрашивать я способен сделать ничего для моей дочери спокойно я на твоей стороне артистка умерла но твоя единственная штука это как-то промок вероятно и спорта о которой я считаю о которой ты не обиделся хорошо хорошо я возьму случай я пойду к дочери спасибо мистер пирс я не ожидал ничего не менее что я не знаю ситуация вот так вот что-то другое улики тут говорится что если погибли в пожаре так но там и читали богатый бизнес мы хорошо известно так он готов на все чтобы доказать что его дочь не сошла с ума судовладелец на острове так замечательно вырос семье судовладельцев так художница знаменитая своей способностью создавать зловещим образом своеобразные картины и редкие явления на публике снискали ее множество поклонников понятно единственный ребенок сары и так погиб во время пожара вместе своей семьей дарк вор да а ринг авгара бога на носа так он надо find some information on this island вроде все а вот так уйти уходим пир взял дело так проклятую художница в том что устроил пожар который и убил ее вместе со всей семьей единственная улика страшной картины которую она отправила отцу на транспортной этики был указан адрес склада расположена в догах острова дар уотар именно с этого пирс место пирс и начал расследование пирс пирс это имя я думал пирс это который пирс гену лодками там дети купаются прыгая с пирса корабль пушки с пристани полят кораблю пристать вилят кто-то там представляет сущего музыку мужика в море они курящего сущего на как я понимаю только какая-то детективная история детективное дело буду я детективом хотя хотел вообще томрайдер понятненько вам остался спокойно мы почти на месте стоит сыт что ли там якобы за руль держится востока пирс а так а лав у у какие-то крюки торчат это больно какой-то что ли а это рыболовецкий трайлер раулер как правильно сказать байзер спасибо оставайся на борту сейчас ребята разгрузятся комитет на без проблем расти вы свой спасибо добро пожаловать на остров мистер пирс что же спасибо капитана fitzro так что за ветер принес тебя садах дело хокинсов чем-то вам говорит печальные истории которую мы все хотим поскорее забыть хопис не был моряком но он был хорошим человеком а его жена сара хокинс милая девушка иди выпив титана мили тебе не помешает что-нибудь не смей меча может быть или гостеприиме так что же меня то я буду в своем кабинете понятно по документов которые тебя заинтересуют андрести я пойду осмотрусь в долг рано дал ясненько давай детектив поговорить и с фрицетах дополнительные задачи найдите бар поговорить здесь ничего такого нету я бы мы меня могло пельстить о какой-то источник света вот тут подсвечник стоит у людей что-то случилось прошу вас отойти позвольте полиции сделать свою работу и салам ты можешь побыстрее ты знаешь сколько этой штуки лет она спешит так развалиться давай это же просто рыба кровь только начинает сворачиваться она умерла совсем недавно у коса так мало естественных врагов в этих водах нет вот критер что за тварь могла это сделать только если второй раз из гуны не знаю такие животные способны нести такие раны кто-то что-то от нее вкусил им не понять все равно никто из вас ничего не слушает что-то туда не говорят из-за кого-то мы чё-то влипнем вы же не моряки что-то будет не выбрасывайте чудовище обратно воду жулики вы с ума сошли господи это с баки все равно никто не слушает ну ладно туда мы не можем пройти этот разговор и разговоры все это долгие разговоры опять кто-то что-то сверлить больше не совать сюда свой нос с кем это я тебе здесь тоже нечего делать проваливайся ты-то мне чё скотина не пускай будь здорова сухой закон за серьез не воспринимают это меня устраивает про обещанность часто челком от сеть миша про обещанность часто челка вот отчет пока еще снег с ними ни с кем не здесь говорить так ты не надо да просто люди сидят давай посмотрим морячки выбей ему зубы вот так осторожней надо было зубы ему выбить от германного дрэнк выпить налей мы бауинон серв тропу мекс пир инстинкт Так мне больше нравится. Я оставлю за собой право не отвечать на вопросы. Я не думал, что на острове есть алкоголь. Откуда такое чудо? Ты имеешь в виду от кого? Ага. Нашим посещу, если я буду рассказывать про него в первом встречном. Она все равно узнает. Кто-то еще... Она уже. Хорошо. Узнать про Сару Хоукинс. Что ты можешь мне не рассказать? Ее картины, то что мы никогда не понимали, почему. Узнаю, что я. О мертвых либо хорошо, либо ничего. Она прославилась благодаря своему, как бы его назвать, извращенному стилю. Да. Ну, это было нормально. В смысле, для молодой женщины с ребенком и все такое. Когда мы увидели их в газетах, мы спросили сами себя, кто мог нарисовать такое. Неужели именно таким она видит? Значит, они тебе не нравились. Да. Ты хочешь с ней что-то поговорить, потому что уважайших памятных, но это не значит, что тебе нечего сказать. Ты же не за даром частный детектив. Ладно, я не знаю, насколько тебе это поможет, но мисс Хоукинс очень часто ходила к своему врачу. Она болела, не стоило мне говорить об этом, забудь. Она правда видела мир так жутко. По мне, так правда, это всего лишь вопрос с точки зрения. Что ты имеешь в виду? Ты все еще веришь в правде после бутылки виски? Ну-ка, давай. Так, ну неужели надо действительно так видеть мир? Ты сам посмотри и сам поймешь. Так, конечно. Так, скажут, почему Кит на миле? Тоже интересно. Что это устроило? Ну, что я могу сказать? Я тоскую по прошлому. А это название напоминает нам о золотом веке. Так, когда наши китобои на долгие месяцы уходили к море, возвращались, воняя потом. Так, хотя времена были суровые. Блин, тут читать пипец. Зато славные. С тех пор мы больше никогда не видели. Так. Капитан Фитцрой told me about a little pick-me-up. Хочешь выпить? Давай. Маленький стакан. Попробуй вот это. Я думаю, прекрасно поладим. Так. А вот теперь... А вот теперь... это склад хоккинса понятно вместе я бы туда не лез войну почему во первых ходят слухи тамошний матрос и говорят что по ночам склада бросится какие-то звуки крики что такое крики это еще не все и не забывай про судьбу его владельцев и про все эти разговоры больше ничего не скажу что-то еще ладно много пил и был по уши в долгах интересно это что откуда стреляли то мараке ласкать цела возвращается спор чтобы спасти от голода чудесный улов очередно самое так значительное событие за последние восемь лет мы почти оставили надежду команда сицилы это что осталось вернуться в порт во вторник вечером местные немедленно бросились доки чтобы встретить последний это бой на судно на острове невероятный улов потряс людей это образу которого уже позвали чудесным уловом занимала всю палубу даже поиск и сова с борта она была больше любого зубатого кита выжившие моряки рассказали ужасную историю своей опасной добычи а также ее мясе невероятно вкусом и питательным несомненно огромный кит прокормил многочисленных жителей дыр полта и положил конец голоду терзающему остров сдается скалат силе так миссер марс готов сдать свой склад в аренду под рыбный цех мастерскую или хранилище вы можете связаться с ним через любую газету или найти его в доках праздник и тенами ли так чтобы отметить возвращение наших храбрых китобоев персонала кита нами ли приглашают вас на бесплатную дегустацию приходите с семьями и друзьями попробуйте чудесный улов каждый получишь подарок в бутылке варвань спешите вроде нет ничего да хочу у меня чудесный улов местные жители прозвали последний добычу своих китобоев 1847 году когда киты уже исчезли из ближайших вот команда си поймала гигантское чудовище тем самым остров от спасли год голода травитяне до сих пор празднует это событие газетная заметка о нем все еще висит на стене местного бара странно что воспоминания об этом нет так свежи как будто свидетели так свидетели еще живы а может они съели детеныша какого-то монстра который был там так порт на входе в порт так стоит остров последствия китобойные шпоны которая пришла сюда с добычей целый вот кстати вот она стоит с добычи не это лишь хуна которая пришла стоит остров сицины последние китобойные шхуны которая пришла сюда с добычей целый день по докам ходит моряки в поисках подработки там же раз положились банда будьте будь легеров и бутербродами их не назвал который постепенно отгрызает территорию у капитана фицероя последнего моряка который на собственном катере ходил ходит между островом и материком от золотого века китобойного промысла остались только воспоминания бар в котором совершенно безнаказанно пройдет это безнаказанно продается спиртной вот уже не ожидал увидеть на острове такое бар называется кит на мили им железной рукой управляет владелец некий митчелл он не любит нарушителей спокойствие и ревосно защищает тайну личности своего поставщика кстати мы знаем что то уже женщина в бар входит абсолютно все жители острова и я даже наблюдал подобие перемирия между будги герами будем бургерами короче и моряками так ладно жители вот а вот у нас владелец бара кит на мили единственным баром на острове владелец так сухой закон пламели не действует и местные моряки регулярно заходят к митчеллу глотнуть виски так что ему известны все секреты и сплетни которые люди обмениваются после пары стаканчиков судя по многочисленным трофеям развешанным на стенах заведения митчелл помешан на золотом веке китобойного промысла он с удовольствием поговорит на интересующие его темы но о происхождении спиртного в своем баре молчит как рыба предмет так у меня зажигалка ничего вроде такого не вижу кроме даты которого он там выдав задание научный труд для это молодых врачей в первом томе перечислены все болезни известны стивилизованному миру описаны симптомы способы лечения она не листается на просто вот так вот смотрится ладно улики ну это то что мы прочитали опять же на ней мы ничего не нашли пирс а это мое да ну такой это я что ж поделать о еще с кем то можно поговорить кошмары я слышу разные слова слышу шоу последую за читателем появится в разных местах обладают собственным сознанием пока не найдет нового читателя так все хитрические лечебницы я знаю знаю понятно есть может пусть забирает это даже просто книга чистое знание на ночь еще он что-то у себя на руках что-то выписал а потом сказал вы не имеете право сами так обращаться тебе нравится наши песни мы прям как настоящие сирены не профессионал душой и охотились на китов это положил конец и ты само собой они все куда-то исчезли экзавстит из того всех перебили можно сказать и так их становилось меньше и меньше пока мы не выловили последнего самого большого которого назвали чудесным уловом точно как вы могли знать никогда раньше слышал ты песни что же песня я ее знаю только местные жители в ней рассказывается история чудесного улова я видел газетную вырезку вы же в нее не верите правда за языком молодой человек этот улов спас здесь наш остров мои доказательства мы доказательства без этого улова весь доклад вымер бы 1847 году от голода это правда все было в точности как написано заметки наши деды и бабки ели его мясо и он был вкусным обидю фэрвэл прощайте джентльена доброй ночи чужак пока ну давай еще разок опять еще заново да еще разные слова я могу помочь нахрекаться можно здесь вообще еще бы домашний рецепт капитан фитц-рой он мой все так говорят в нем чувствуется рожь неплохо для городского а месье похоже разбирается чарльз хоккенс он тебе задолжал кучу денег не знаешь у него были проблемы я ничего не знаю и это не мое дело манер на задолжал или нет он всегда был желанным гостем в моем баре семью хоккенсов на этом острове от голода от голода ну спасался сентяна была знаменитостью так всего лишь просто точка зрения что ты имеешь ввиду ты все имеешь вправду после бутылки виски уговори сейчас это ничего не поменялось капитан фитц-рой он мне не дает больше выпить это будет все ну ладно пойдем искать тогда у нас подожди до нее мы еще не дошли мне все таки мы до нее уже дошли что уставился ты умеешь пить несчастные женщины ты взял что можешь меня оценить это был комплимент и что да не спокойно выпить я сказал тебе проваливай махиво ну я как понимаю на грубость на грубость бы я так это плане задачи поговорить из брэдли иди сюда вот так про нее не говорили нет клавосклад не поменялось ничего ладно там все еще что-то вот какой-то странный фонарь то кстати они все кстати с фонари странно все какие-то зеленого цвета маяк вроде трайл траулер от рыболовный а у а у у у у у у у вам не по зубам и не утруждайте себя ответом на это сообщение просто заплатите курьер к так и сырой об этой коз был мозг не сувал куда не надо брак из place это место почти заброшено рыболовное снаряжение с него ржавчину так сувенир сувенир благополучную а газ из blackboard подозреваю эту доску не вытирали больше семидесяти лет но кстати тогда и понятно вот здесь может быть показывала бы тут сувенир сила в итоге оказалось на 2 том посвящен этическим вопросам и рекомендации для медицинского персонала из на этой фотографии человек похожи на капитана fitzroy стоит на мостике корабля у него деревянная нога похоже словно близнецы я говорю это поди те же самые люди какой мрачный сувенир это деревянная нога вот это человека ну да я раскрыто раскрыла сама столько подтвердить мои догадки как нога могла отрасти брак из place на место почти заброшено я нашел грузовые декларации чарльза хокинса они на столе прямо перед тобой на самом деле ты скорее всего будешь разочарован когда закончишь приходи на палубу где они передо мной прочитать можно только несколько до 1890 год 1907 год и еще несколько цифр прочей содержимой документ аккуратно вымарала интересно кому потребовалось скрывать эту информацию может прилипла чё а села и принесла пить что ты интро института хорба фишин он то наверно до судно которое лежит волну отсюда я вижу все что происходит в порту труд моих моряков драки эти нами ли и даже тема вверхом крысом от меня не спрятаться это вы диктуете тут порядок вот до этого еще далеко я просто последний действующий капитан на дирс код говорите я могу тебе помочь ваше документа невозможно прочитать вымазанно да я видел понятия не имеет кто это сделал и зачем я не припомню что он подписывал что-то нужно было бы скрывать вообще вычеркивает даты и номинование товаров которые хранятся на столе хочешь сказать да ты имеют какое-то значение я вижу тебе интересная история нашего острова очень верно никакого промысланецкая до прошлого века полагаю у офисов были какие-то другие контракты вы не знаете с кем был заключен это не мое дело про касаться мертвая касатка расставит моряков да морской народ и верно раны выглядит неестественно я уже было подумал проверьте раны стоит обратить внимание и только что прибыл и уже думаешь что моряк их можно понять они понятия не имеют что с ним делать мне кажется это ошибка рассказал что тварь оставившийся тиран и все еще не прячется где-то в этих водах ты будешь сказать лучше оставить хотя бы для того чтобы установить истину причину смерти так мараке ласра чудный улов расскажи это легенда нет это реальная история из нашего славного или сейлась в виде прочтей стоит о том как моряки вернулись они если на сцене так на стене но там и читали кто-то как я не против если захочешь кабинет начальника порта лучше тебе не весит мои дела у вас шантажирует это мошенница хочет чтобы мы платили за защиту и если сбежи я бы так не сказал но напугать моих людей не меньше и вы ничего не можете сделать об этом не беспокойся где человек так стоит перед кораблем на видео а я понимаю удивительный я думал то вы ему с деревянной ногой она непонятно на фотографии мой отец деревянная нога все еще здесь можешь посмотреть если интересно меня видел я ясно и вон там сквозь напротив пристань мимо не пройдешь ясно и полонте даха она предложите мне хоть и последствием судовладельцем я думаю здесь хотел чтобы я смотрел этот сквоз да конь ютем и у меня еще раз это уже дешевле полицейских так как дюри от фронт и кант миша андрести а еще beyond my way шоком бака очень надо было выбирать что ответить один раз да ну давайте чё у нас да нет вот это возраст 45 капитан так он предлагал мне помощь в расследовании обитателей так его уважают резирают письмо с угрозой условия нашего соглашения 1 1 однозначно держите их своих такс их под контролем не задирайте нас мы вам не по зубам и вот это то что прочитать невозможно и так из предметов у нас ну вот основу медицины том-2 пока только так все разбежались уже когда тикаю отсюда пока схожу он тоже второй этаж и сауре аппетит что случилось с теми моряками не стоит здесь сошиваться если не хотите неприятностей аксин вы не боитесь начальнице вы ее не боитесь эту женщину все боятся мелкие сошки вроде меня ее не интересует будьте совать нос и длилась и примерно с ней познакомитесь а вот это полета которая бухала без вархаус это вопрос территории я не спрашивал молитесь капиталом как хорошо спасибо нашел тег мать а найдите скрытый новый поиск так навык поиск позволяет вам искать скрытые предметы на мать его а как я должен искать так этот рычаг активизирует какой-то механизм хангл моском фонизал краповик эта деталь позволит поднимать и удерживать на высоте тяжелые грузы не подвергаясь и опасности до спрятать это вайсин степи юзу так позвоночник это не позвоночник кита расти постеленку забрали и лук слайдер завоем есть какой-то про хвост пока давай и установить рукоятку зубчатое колесо давай поворачиваем открыт проход идем вниз ну и давайте на склад сходим мы здесь открыто открыли сходим нас класс так проникните на склад дополнительно значит поговорить из брэдли ну-ка иди сюда я здесь могу помочь каптан fitzroy told me about a little pick me up не нальешь что опять перерыв моряк нарвался на неприятности мы задали им хорошую перёбку теперь они скоро придет это дитя бедя сказал себе проваля сюда не идем пока не идем ладно мы сюда еще придем сначала на склад чтобы не забыть она в новой безумцы прикармливайте ее там туда-сюда открывай вот так привет старый друг кто у нас здесь опять так это монумент памятник сэн брендом оккультизм патрон сэн сэйлорс так десекрати ее свернили похожий примитив химискин или очень так доки так дело нет нет детективное место нет идите в бар поговорить с брэдли поговорить с фрицем оккультизм цвета и покровитель китов и китобои все еще защищает моряков видимо до святого брэдла был тут и другие боги их последователи кажется иного мнения местные пока наклоняются старому святому но на его статуи оставили след представитель другого культа выдержка и записной книжки часа вот мы еще бутылочку нашли это бутылка из партии украденной у кэт главы бухгалтера так попробуем надавить на парня который охраняет склад давай где ты я пожарил котлеты вы же видели что случилось маяк этот вас тоже касается отступить и так огорчать мелочам что-то говорить эти дураки считаю что если спихоньки то обратно в горе случится конец света они суеверны они слушают только капитана и строя это не всегда не что привела не приближайтесь к этому месту даже не пытайтесь попасть внутрь почему потому что я так сказал научитесь следовать дружеским советом все давайте у меня много работы да блин а кто тут склад охранять на кого надавить то может вот этот хрен с горы нет так а вот здесь если я могу запрыгнуть это будет хорошо не запрыгивать ладно давай шевели своими батонами расскажите морячки зачем ты это сделал вы видели что ты сделал со святым правильно так нужно смеяться над нашими защитниками вы никогда так не поступил с вашим верованием хочешь сказать ты не веришь в бога это неважно это ты так думаешь погоди-ка если подумать наверняка не один из них постоянно рассказывает туда-сюда вокруг статуи тихо еще не хватало чтобы они нас услышали что привело тебя надо кроет тюга это парни стоят на посту погланки они защищают свою территорию интересно от кого в любом случае у них нет выбора они больше боятся к этим нападения пьяных париков вот бы они друг друга поубивали кто это мы тебе ничего не говорили вообще ничего это статуя вашего местного святого да то значит местного и что нас презирают как все городские святой брендли защищал китов и рыбаков вроде нас пока не говню киева не изуродовали потому что он очень не ходит слишком рано чтобы заработать почти не понятно вот мы и пьем работе не ну ладно еще увидимся давайте мужики а тут какой-то нет есть только контрольные точки как можно быть такими тупыми чтобы оставить не войска не скажешь я не хочу чтобы на нож мне в горло это стилет кретин у тебя изо рта воняет так что шансов у тебя все равно нет понятненько как голодный пес мы видели как ты разговаривал с этими пьяницами чтобы вы все жажды сдохли его не будет меньше ну-ка давай-ка прокат у вас проблема что за кого-то себя принимает кастролист тренде вашему боссу очень нравится ваша работа блик эти болваны не способны даже ставить на посту мы это выяснили что ты прям знаешь не могу и брюхо спороть один тонким итальянским ножом ладно ладно убедился значит это она тебя прислала и чего тебе от нас не нужно смотреть сквальт хоккинса если перестаньте взлетать мое время я замолвлю за вас ложечко перед кэт ладно договорились вот так вот я прошел без проблем подслушал только но опять же тут и китов охренеть куда можно сюда идем ничего не найдем здесь хрена лысого в болин вот ну давай от си открываем так место так чтобы вы найти место происшествия на зажмите выдерживайте там чата фигура мы будем все по порядку медицина это будет воскресенье прописан три месяца принимал уста момента как смерть их воняет так же отвратительное как и выглядит ну кстати по моему тут человеческие нет или не человеческий я знаю каково это она спится потом прочтем но нормальном когда был господи мать его это картина что чтобы чтобы не сделано кажется обожает сару хоккейс что случилось я представил пока нет нет меня рассудок я даже не знаю что такое как это открывается конечно так назвали несколько американских подразделений которые так улики этот склад официально не используется после смерти чарльза но недавно в нем кто-то поселился он оставляет определенные следы не говоря уже об от окровавленных бинтах вероятно снятых с раны и таблеток болеутоляющих и снотворных кроме того обитель видимо сдержим сарай хоккейс одержим сар а сарай хоккейс у него есть несколько документов связанных с жизнью художницы но после обнаружения частного чест лично обгоревший картине которую констебль брэдли уже видео в особняке богинса все сомнения связи это здание сделал хоккейс отпали подождите нет это нам с не интересует понятненько и кто-то тут спал фотография она выходим тут кто-то поселился посмотрите вокруг поселился вы можете объяснить как сюда попала эта картина какой-то странный портрет погоди-ка я узнаю его дайте угадаю он висел в особняке хоккейсов именно здесь до сих пор видны следы пламени это очевидно можно признать вы свое дело знаете но я не могу позволить вам оставаться здесь уже достаточно теперь мне интересует особняк хоккейсов само собой вы хотите пойти по этому следу а я хочу понять как картина оказалась здесь идем мой автомобиль стоит дальше по дороге я закрою и откройте глаза четко бери этот парень прошел прямо вас под носом боюсь мать опять она может кто-то превращается в чудовищем это делать ее не касается вы кроссово не проходит ли я посажу тебя за констабель бред вы наконец-то обзавелись яйцами жаль что жирная пуза мешает нам их разглядеть ах ты вы же не хотите чтобы я выдавила улыбку силы окей мы можем наконец-то на собняк да кто ты такой черт побери что ты делаешь на моей территории я буду за тобой присматривать встретимся слова мы встретимся с а этот особняк далеко оглянитесь прямо на вершине горы видите здание это сам я хоккейсов идемте нам еще ехать на пирсто я надеюсь еще вернусь должен же как-то метаться туда-сюда ухты глава 3 мать его так я там оказывается где-то чего-то когда-то блин мог бы еще чего-то где-то когда-то ну ладно пока что надеюсь у меня какой-то будет быстрый телепорт туда сюда мотаться так вот это за мной наблюдает открывая ворота зачем тут вообще ворота и стену такие если как сказать только от животных можно захоронять человека будет так пролезет хрену знаешь там он или не там можно целым цыганским табором все служить и никто не узнает это место после пожара заброшено здесь живет только старый винчестер в этой хижине я думал собняк полностью сгорел во время пожара а вы черт побери наблюдательный огонь быстро потушили старик стоял с действовал быстро как смог и недостаточно быстро чтобы спаси хоть они оказались заперты в гостиной и больше не поднималась мы попробуем осмотреть особняк поблизи или у вас еще есть вопросы и конечно есть почему сторож все здесь сколько себя помню день пожара он потерял всю семью констебель брэдли если мы не подойти и как вы видите в каком смысле еще присматривается вы хотите спросить еще так еще конечно это место превращается в руину вы знаете это очень странное здание его фундамент заложили наверное в день прибытия на остров первых поселенцев это никак не связано с долгим чарльзе хоккинса вижу кое-что разнюхали как я погляжу но раз уж вы все равно об этом знаете хоккинс и не могли позволить себе содержать такой дом и пока не ясно куда куда не брали свои деньги обычно я готов поспорить что чарльз хоккинс пустил их на путешествие если у вас больше нет вопросов нет у меня почему нет вопрос вы хорошо знаете это место это просто так просто это находка пушатулом и уверен и потому что вы хотели знать что вынес картину из особняка я если мы этого не заметили или допустили полиция должна это исправить что-то еще конечно так пары гнилых дозы к посадке здесь ничего поможет не помешать хотя очень крепкий мужчина для своего возраста совершенно непредсказуемый человек грустные старики меня не пугают что все если не хотите послушать нового совета тогда пойдемте ну кого-то еще раз про со дня ну что ж пока на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайк оставлять комментарии увидимся в следующем видео пока